В 10 лет Джек принёс домой маленького котёнка. Он пытался уговорить маму, чтобы Барабас, так он назвал котёнка, остался жить с ними. Первые минут пять она сопротивлялась, а потом лишь спросила, почему именно Барабас? «А ты посмотри, какие у него усы большие», восторженно сказал Джек и побежал к себе в комнату, обнимая котёнка. Так началась их история, которая продлилась довольно долго, 18 лет. За это время было всё. Первая любовь, двойки по контрольным, ссоры с родителями в подростковом возрасте, учёба в университете, свадьба, развод, вторая свадьба. Всё менялось очень быстро, только один Барабас неизменно каждый день щекотал лицо Джека своими усами. Но, увы, кот оказался не вечным, совсем захворал, когда ему исполнилось 18 лет. Джек совершенно не знал, что делать. Не знал, как лечить, как кормить и поить, как ухаживать за ним. Жена подошла к этому с более холодной головой. Предложила и убедила его в том, что его нужно положить в ветеринарную клинику. Так и сделали. На следующий день Джек лёг спать пораньше, ведь завтра на работу, значит, надо выспаться. Посреди ночи он почувствовал, как кот лёг ему на грудь. Джек чувствовал его тяжесть, чувствовал шерсть, даже дыхание, всё чувствовал. Затем открыл глаза и приподнялся. Никого нет. Утром парень узнал, что это была последняя ночь кота в его жизни. Прошло уже много лет с того момента, но Джек до сих пор уверен, что в ту ночь он просто приходил попрощаться. Люди, которые никогда не имели домашнее животное, вряд ли смогут понять ту боль утраты, когда питомец проживает свой век. Для некоторых жизнь питомца совершенно справедливо приравнена к жизни человека. И в этом нет ничего удивительного, так как питомец может быть весомой частью нашей жизни. Дорогие зрители, а у вас были домашние питомцы? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.